Очевидно, я должен задать вам вопрос касательно Европейской Суперлиги. Милнер после матча сказал, что он против этой идеи и надеется, что Суперлига не состоится. Вы перед матчем также сказали, что вы против этой идеи. Уверен, что вы будете разговаривать с владельцами клуба. Скажите, какие ответы вы хотите услышать? Я уже шесть лет работаю в этом клубе. Я знаю владельцев. Это умные люди, которые заботятся о нас. Но они никогда не объясняли мне подобных решений. Они никогда не спрашивали у меня разрешения или чего-то в этом роде. Так что, если говорить о Суперлиге, о последних новостях, я не был вовлечен в обсуждение этих вопросов. Я узнал об этом только в воскресенье. Так что, это не тот вопрос, на который я смогу ответить развернуто. Я не знаю, чего ожидать. Не знаю, что произойдет в будущем. Но я могу сказать, что команда здесь ни при чем. И в том числе я не могу ничего с этим поделать. Но люди относятся к нам так, будто виноваты именно мы. Сегодня фанаты Лидс вышли на улицы и кричали на нас. Это было после обеда, когда мы шли по городу. Люди кричали в нашу сторону. Хотя мы-то здесь ни при чем. Мы работники этого клуба. Я чувствую ответственность за многое. И за клуб в том числе. Когда я вовлечен в процесс, я хорошо воспринимаю критику. То же самое могу сказать про ребят. Они также адекватно воспринимают критику. Но в вопросах Суперлиги мы ничего не решали. Поэтому сложно слышать все эти разговоры, все эти оскорбления, которые посыпались в нашу сторону. Этот клуб выше нас всех. И мы не должны этого забывать. Этот клуб был основан в сложные времена. Он проживал сложные периоды. И все это не нужно забывать. И мне кажется, что очень важно это упомянуть. Потому что на данный момент такие журналисты, как Мартин Самюэль, позволяют себе писать очень громкие заголовки, в которых они осуждают целые клубы. Говорят, что к этим клубам нельзя относиться как раньше. Я считаю, что это совсем неправильно. И точно так же Гарри Невилл не имеет никакого права говорить о нашем гимне. Он может говорить о решении. Нельзя говорить о том, что наш гимн «You'll never walk alone» идет вразрез с принятым решением. Ведь решение приняли владельцы клуба. И это всего лишь часть клуба. Весь клуб больше, чем все мы. Сейчас нужно успокоиться. Потому что после этой новости прошел всего один день. Я уверен, что все журналисты, все медиа будут подпитывать эту ситуацию. И в итоге все будут обрушаться на нас, как сделали это фанаты лиц. Хотя они не знают, кто принимал решение. Такое чувство, будто это я сказал «Ребята, пойдемте в Суперлигу». Просто хочу, чтобы вы этого не забывали. Вы часто говорите об отношениях между людьми. Поэтому я считаю, важно это упомянуть. Добавляйте эмоции любому матчу вместе с FavBet. Для всех новых пользователей двойной бонус. Плюс 100% к депозиту и ставка без риска. Все подробности по ссылке в закрепленном комментарии. Юрген, сегодня вы сказали, что не понимаете, почему фанаты вышли с баннерами против Суперлиги. Но все-таки вы же понимаете, что фанаты не могут прийти на стадион. И это единственный способ выразить свое негодование. При этом вы расстроены их поведением. Возможно, вы хотели бы что-то передать фанатам. Да, конечно, я полностью понимаю фанатов. Я зол не на то, что они вышли с баннерами, а на то, что на них написано. Эти обращения конкретно к команде, а не к владельцам клуба. У нас все еще много задач в этом сезоне. Я считаю, что за последние шесть лет мы прошли через множество сложных этапов. И я считаю, что мы выстроили хорошее отношение между нашей командой и болельщиками. И я понимаю, что они хотят выразить свое недовольство и свою злость. Но не нужно забывать, это не наша команда создала Суперлигу. Мы можем получить поддержку только от наших болельщиков. И сейчас этой поддержки нет. Именно поэтому я поднял эту тему. Субтитры сделал DimaTorzok